А зачем вам вот эти крюки на форме, на немецкой? Это что такое вообще? Я просто смотрю, не понимаю. Тут все просто. У немецкого солдата, в принципе, как у советского, основная часть снаряжения вешается на ремень. Можно взять ремень, показать на нем, нет? Вот, вот это вот. А сколько вот этот вес вот этой вот? Ганс, сколько вот у тебя примерно вес ремня твоего? Вес пехотный снаряд где-то 14 килограмм, здесь, наверное, 20 будет. 20 килограмм. Взем того, что тут еще ранец идет. Ой, у тебя заряд выпал. Вот, это конкретно вот сзади ранец сапера. Может, конечно, быть не отрегулирован по размеру. И вот на эти крюки как раз-таки... А в советской армии такого не было, да, лайфхака, что все висит? По сути, весь вес на плечи перераспределяется, да? Да, весь вес перераспределяется на плечи. Но в немецкой армии на самом деле тоже зачастую использовали различные портупеи. В начале войны они производились из кожи, пока было большое изобилие различных материалов. Под конец войны кожаные изделия начали заменяться на брезентовые. Макс, можешь принести Y брезентовый? А, это что такое дешманское? Это настоящее? Нет, не настоящее. Это реплика. Ну, вот под конец войны, да, немцы начали менять кожу на брезент. В начале такие портупеи шли в Африке, ну, немцы воевали в Африке. Потом уже начали применяться непосредственно на европейских фронтах. Прикольно, спасибо большое. Прикольно, спасибо. Прикольно, спасибо. Продолжение следует...